добрый день вы на модных практиках с вами ольга паук что сегодня хочу вам показать подборку кружевных тканей из тканевого бутика я уже несколько раз думала себе что-нибудь сшить из кружевной ткани и надеюсь на ваши советы чтобы вы мне посоветовали что мне больше подходит что стоит сшить что не стоит может быть что-то сошьем или скрым вместе с вами конечно вы помните все обзоры этого платья вчерашнее видео доказала что из кружевов можно шить не только классические изделия но и какие-то ультрамодные брать даже если в оригинале это например была ткань мы сделали кружева подставили яркую подкладку и это платье еще в тысячи раз красивее чем в оригинале также хочу напомнить что у нас есть несколько видеокурсов это платье из кружевов шантильи три в одном называется видеокурс работа с тонкими кружевами и еще у нас есть фиолетовое платье на двойной подкладке очень классно сидит классная сложная обработка профессиональная тоже приобретайте наши видеокурсы но мы переходим непосредственно кружевом как видите очень много расцветок начинает ярко-розовых и бледно-розовый есть есть такие дизайнерские ткани с вышивкой макраме посмотрите как красиво тоже думала думала но я не могу себе 25 розовых платьев если кому-то нужно на мероприятие обратите внимание здесь просто ровное платье которое внизу будет заканчиваться цветами будет также красиво смотреться рубашка следующая ткань которую я вам хочу показать потом мы перейдем картинкам это конечно же ткань валентина помните мою тунику скандальную скоро хейтер им опять будет о чем поговорить потому что под свою короткую тунику я решила теперь сшить широкие штаны обратите внимание какая красивая хлопковая ткань и мне кажется будет идеально мою тунику дополнить широкими такими брюками но прям широкими свободными какие-нибудь босоножки на широкой платформе и я буду просто себя комфортно чувствовать на отдыхе в городе понятно что это конечно не клубный вариант не супер ресторанный но такой городской красивый вид будет и на для отдыха и на какие-то деловые встречи смогу пойти сейчас это модно поэтому хейтеры ждите давно вас не было следующая ткань это софиолет хлопковое кружево обратите внимание что если смотреть близко на ткань что она как будто бы двухцветная потому что сама вот это вот основа кружева она более бледная а вот это кардовое переплетение сверху она более яркая я бы сказала что здесь цвет такой ну ягодные даже на сложный цвет очень очень красивый не фуксия не бледно-розовый достаточно универсальный и будет очень красиво смотреться в изделиях в платье в рубашке чуть позже мы с вами перейдем к моделям что можно сделать вот здесь с одной и с другой стороны есть возможность использовать фестоны а значит минимально будет проблем с обработкой низа с обработкой рукавов можно даже чтобы не шить двойное платье сделать два изделия как мы вот использовали в этом платье кружевную ткань это верхнее изделие и внизу либо уже готовое нижнее платье либо шьем специально тогда это будет легче в обработке шикарная ткань я уже смотрю но как говорится не могу себе забрать все розовые цвета потому что нужно делиться тоже с другими для тех кто любит более нежные ткани опять же это не реклама это я действительно показываю все что я вот например саша сказала это не продавая там не это мне это мне это мне но я понимаю что у меня очень много розовой одежды следующая ткань это пудровая кто помнит на модных практиках мама на моем бывшем youtube канале я сейчас там не снимаюсь мы делали очень подробно показывали мою голубое платье где у меня вверх был сеточкой такая же расцветка такого же качества кружева было только она была бледно голубое здесь уже фестоны такие достаточно большие можно выложить красиво горловину прям такую фигурную сделать и обратите внимание что один производитель но насколько каждое кружево отличается вот по рисунку здесь у нас вот такие вот цветочки большие малые маль чуть побольше чуть поменьше но она примерно вот все одинаковое на этом кружеве у нас здесь уже такая идет история с такими вот завиточками красиво вот такие композиции от цветочка уходят вот так лепестки художественно в одну и другую сторону уже все равно совсем другой рисунок могу еще для сравнения показать еще какой-нибудь кружева обратите внимание какой здесь рисунок здесь у нас уже что-то похожее на астры какие-нибудь острочки от них вот такие вот листики идут и здесь уже такие тоже сложные фестоны которые не просто заканчиваются как в других местах но тут еще и вот эта композиция цветов вдоль каждого фестона прям вот такая серьезная красиво тоже может служить дополнительным украшением заметьте какой красивый цвет достаточно универсальный очень подойдет и блондинкам и брюнеткам если правильно подобрать нижнюю ткань ну вот нужно конечно еще подбирать нижнюю ткань не прямо в цвет а чтобы все равно чуть-чуть отличалась хотя бы на полтона чтобы было видно вот все эти рисуночки или универсальный цвет одно бежевое нижнее платье под 3 кружевных изделия разного цвета потому что эффект голого тела это всегда актуально если не знаешь что выбрать следующая ткань у нас пыльно-голубой тоже все ткани они просто прекрасные красивые качество говорить само за себя обратите внимание что сейчас ткани вам бутики у нас специальная акция на кружева минус 30 процентов поэтому есть повод порадовать себя новым платьишка для того чтобы вы справились с пошивом у нас есть прекрасные видео курсы или ролики на ю тубе и смотрим дальше вот это остатки которые в кусочках тоже очень красивые может быть хватит на какое-то небольшое изделие вот этой ткани достаточно но она узкая сейчас я ее разверну расскажу в чем прелесть узких кружевов них тоже есть свои плюсы красно-оранжевый такой насыщенный кирпичный цвет это тоже узкие ткани валентина крашеные купоны один отрез к сожалению камера не передает он более насыщенный такой более 2 чуть-чуть бледнее но можно использовать два разных оттенка в одном изделии по количеству тканей у нас есть александр если вы позволите в тканевый бутик он по количеству вас проконсультирует максимально просто прекрасные ткани и так хочется их не знаю преобразить в красивое платье и вот смотрите какой красивый розовый кружево узкое его нужно собирать слоями сейчас для модных девушек также можно использовать какие-то коротенькие топы какие-то маленькие юбочки тогда по факту вот одной длины достаточно на одно изделие топик юбочка может быть маечка с бретельками может быть где-то сбоку там еще выйдут бретель очки или вот из этой же ткани можно очень аккуратненько рассчитать на платье и сшить себе шикарное изделие смотрите какое оно красиво на самом деле не стоит думать что кружева это очень дорого можно рассчитать разные варианты сделать например на половину кружев но какие-то рукава из органзы какие-то большие декольте какие-то заборочки может быть кто-то или просто платье футляр все это одну достаточно доступно но такие платья не знаю не по 200 300 тысяч стоит бутиках и она не будет сидеть как показывает моя практика я вообще не могу себе купить нет такого платья в магазине которое бы мне подошло мне то в груди маленькая то тут то там иногда просто увидишь платье думаешь может быть купить а потом ты разочаровываешься приходишь и начинаешь с новой силой шить себе что-то новое потому что самые красивые и любимые вещи это конечно же который мы сшили своими руками все-таки еще раз хочу заострить ваше внимание вот на эту ткань у нее внизу есть фестоны видите ткань заканчивается фестонами можно просто сшить длинное платье окантовать под низ нижнее и готов шикарный наряд здесь рассчитывается ткань по объемам если вы хотите пишите комментарии может быть какое-то видео мы запишем как рассчитать правильно кружевную ткань как раскладывать выкройку понятно что можно позвонить александру но очень хорошо когда есть понимание как рассчитывать ткань когда она кроется поперек по долевой вот просто шикарно не знаю вот посоветуете мне нужно такое платье не знаю или такое или может быть бледно-розовое мне очень нравится все я не могу остановиться и прежде чем мы перейдем картинкам которые покажу со своего телефона хочу вам показать еще кружевную коллекцию они подходят на каждый день очень классное качество составе с коза с хлопком шикарно стираются шикарно шьются доступно классно в носке конечно не такое супер деликатная как со фиолет на каждый день и именно из этой ткани у меня сшито из такого качества ткани у меня сшито мое бордовое платье здесь мы можем пришивать репсы пробивать кнопки это ткань все стерпит можем перерезать оставлять фистоны не знаю кроить из множества деталей резать фантазировать шикарная ткань на каждый день ну конечно же и на каждый день и на празднике кто-то может быть добавит камней какой-то декор здесь уже можно стразы камни очень еще красиво на кружевах смотрятся конечно это мы говорим про торжественную одежду когда вот такие вот пуговички маленькие обтянутые шелковые навесные петелечки это конечно уже свадебная мода мне тоже скоро предстоит шить свадебное платье не знаю шить или покупать тоже потом буду с вами советоваться наверное все таки сделаем это на ютубчике и мы переходим картинкам первое что я вам хочу показать это бесконечное множество кружевных брюк я вам покажу на одном примере но примерно они плюс-минус все одинаковые кружевные брюки на поясе можно сделать на полу резинки для таких как я кто-то поправляется кто-то худеет или кто любит покушать вот классные брюки из любого качества ткани но сюда подойдут вот такое кружево по плотнее либо хлопковая следующее платье это земерман из кружевной ткани и вот здесь сверху может быть сейчас попробую показать на другой картинке как вы видите такие ну может быть либо это сразу на ткани но скорее всего пристрочены декоративные полоски которые делают дополнительную геометрию на кружевом платье посмотрите как красиво как модно видите вот они вот такие вот волнистые вот здесь до талии от талии такими полукруглыми с имитацией рельефа здесь тоже все это имитация рельефа вполне вероятно что где-то вот под этой линией именно вот посадочка приталивание нагрудная вытачка потому что но так просто само по себе с такая посадка быть не может видите здесь сколько вот рельефчиков где-то там спрятаны вытачки талиевые и нагрудная следующая модель это такая широкая туника с широкими рукавами с завязкой и под низ широкие брюки в принципе это тот вариант как я хочу сделать фиолетовый только у меня там короткая туника но обратите внимание для тех кто любит многослойную одежду многослойные образы для тех кому нужно выглядеть прилично очень хороший вариант здесь и брюки и широкая накидка конечно же под низ здесь можно сделать топ на модели этого нету для того чтобы было видно хорошо модель либо может быть это какой-то пляжный вариант и под низом будет купальник тоже очень хороший вариант необычный для кружевной ткани следующая модель которая вам хочу показать это кружевная рубашка классическая рубашка из кружевной ткани полупрозрачная здесь вот прям видно как вот эти вот завиточки на кружевах идут тоже хороший вариант для хлопкового для варианта для вискозы посмотреть какая красивая рубашка с джинсами какой нибудь коричневый цвет например далеко ходить не надо какие-то вот такие кофейные бежевые цвета все таки если мы сошьем платье она нас обязывает к макияжу к обуви красиво чтобы мероприятие было если мы сошьем себе рубашку то носить мы ее будем наверное раз не знаю в несколько сотен процентов чаще чем платье поэтому здесь тоже нужно думать хотим ли мы выглядеть там где-то разово эффектно либо каждый день шикарно ходить в софиолет французских кружевах и радовать себя и окружающих следующее платье у нас розовое и здесь у нас идет на рельефах каждый рельеф слегка расклешен вот здесь такой у нас смотрите пояс крест-накрест вшитый и в верхней части у нас украшение это шелковый бант но сейчас это очень актуально тоже очень хорошая универсальная модель кружевного платья необычная потому что чаще всего мы привыкли видеть если это кружева просто платье футляр и все а здесь вот и фигура подчеркнута и прилично ну вообще в этом платье тоже все идеально смотрите какая посадка на спинке идеальная идеальные рукава не забываем что все по базовой основе 10 мира и вот здесь идут слегка расклешенные клинья на юбке следующий вариант это самый такой классический вариант просто ровное кружевное платье это у нас дольче габбана 2 это даже двубортное пальто из цветного из цветочного кружева может быть сейчас мы увидим что тут есть застежка и пуговицы на фото не видно но наверняка но есть раз это назвали двубортное пальто из цветочного кружева тоже а вот видите а вот здесь если приглядеться поближе то смотрите как они пустили фестоны вот у нас идут фестоны и это служит краем нашего пальто но в общей массе это выглядит ну просто вот как широкое красивое платье зато под низ можно надеть любую одежду и это будет украшать следующее что нужно обязательно сшить из кружевной ткани это кружевные топы которые подходят под любой вид одежды под юбки под широкие брюки один и тот же топ можно носить например под какой-то смокинг на какое-то мероприятие строгий с короткой юбкой вручным костюмом и такой вариант для отдыха например светлые широкие брюки кружевной топ вещь достаточно универсальная можно как и наружу чтобы фестоны были где-то где мы хотим более строго выглядеть заправили и топ это универсальная просто вещь в женском гардеробе кружевной топ можно сделать здесь как вот просто маечкой можно сделать на бретельках бельевом стиле выложить красиво фестоны и уже будет совсем другой романтический образ следующее платье супер-супер интересная оскар де ла рента здесь она казалось бы простой но она отрезное украшением этого платья служит видите пояс из-за этого же кружева пряжка обтянутая этим же кружевом и самое красивое вниз у нас просто обрезан даже не фестоны просто под цветочком вот так вот обрезан достаточно хаотично может быть здесь заканчивается ткань таким образом но скорее всего взяли и просто обрезали и вот у нас рукава рукава у нас окантованы скорее всего шелком смотрите как красиво имитация фестонов у нас вся на рукавах здесь он мы тоже просто вырезали по кружеву форму нам необходимо и красиво окантовали ее тончайше шелковым натуральным шелком и у нас вот такие красивые летящие рукава они просто вот как крылья я представляю как это красиво например в танце или в движении потому что мы идем у нас рукава за нами не знаю разлетаются очень красиво эффектно такого если честно в жизни я еще не видела и мы такого не шили можно повторить очень красивое платье следующее платье это dolce gabbana классика отрезное полиниталий приталенная ниже колена фестоны сохранены в нижней части здесь у нас она показана на черном белье тоже как вариант для тех у кого идеальная фигура кружевное платье можно надевать просто на бежевое белье и на бежевые колготки абсолютно ничего не смущаясь либо как здесь вот просто очень классное приталенное платье но при этом она никак не затянуто подчеркивает фигуру здесь никаких разрезов нет ширина кружева такая чтобы можно было передвигаться спокойно но и ничего лишнего следующее платье у нас из кружевной ткани если присмотреться то здесь добавлено просто кружева в цвет на самом деле бывает что в магазинах можно найти кружева в цвет либо можно использовать шелк вот в этом варианте может быть спокойно шелк в цвет будет красиво вот здесь у нас использована тоже тоненькая тоненькая кружева в цвет к сожалению не всегда можно найти что-то в цвет но тоже как вариант мы можем просто комбинировать например похожие оттенки комбинируем с шелком комбинируем с шифоном даже может быть где-то не в цвет но вот очень очень красиво смотрится здесь у нас сверху имитация корсета красивая линия декольте летнее платье красивая по фигурке отрезное и внизу у нас пришит валан вот смотрите такое дизайнерское вот видно очень очень красивое платье здесь она сразу частично на подкладке частично у нас какие-то детали полупрозрачные красивое дизайнерское платье но если его сшить по десяти меркам я уверена что нам небо она сидела в тысячу раз лучше мне не очень здесь нравится посадка потому что видно но не очень красиво сидит на модели но если все повторить под себя будет просто идеальное платье здесь мы берем идеи и не смотрим на посадку конечно же это комбинезоны шелковые для тех кто рискнет шить комбинезон это будет просто супер вау эффект посмотрите все по фигуре расклешенные брюки с внизу можно просто ровным подшить как здесь либо оставить фистоны но на самом деле сейчас фистоны не то чтобы не очень модно но в моем понимании они в некоторых вариантах придают взрослость поэтому я тоже себе взяла все обрезала например в таком платье фистоны точно не нужны здесь тоже все такое прямое прямые линии все но тоже дизайнеры посчитали что фистоны не нужны и если присмотреться то подкладка здесь у нас идет вот начинает чуть выше лифчиковый образный такой вырез на подкладке и заканчивается шортиками ноги у нас полупрозрачные но кружева здесь такое достаточно забитая каких-то сильно голых участков тела не будет видно и следующее платье у нас конечно же сборочки красиво смотрится вот здесь она со сборочкой в области талии красиво где-то может может это спрятать животик вот ну складочки всегда красиво смотрятся на кружевной ткани на сеточки и здесь у нас такой рукав присобранные завышенный с такой высокой головкой красивый вообразный вырез и в области талии у нас идет красивая драпировка очень красивая платье посмотрим как она смотрится на модели посмотрите тоже достаточно универсальная но тем не менее что-то уже новенькое не просто кружевное платье на двух бретелях то что сейчас вы увидели эта часть номер один это подборка от александра ольшанского из тканевого бутика но у меня есть еще лично моя подборка там тоже очень интересные у меня модели поэтому пишите комментарии показать ли вам вторую часть моделей я уже сегодня устала говорить думаю слишком много информации пишите если вам что-то из этого понравилось мы можем сделать например моделирование на youtube канале наши модные практики либо какие-то подсказочки вам дадим уроки пишите что понравилось вдохновила ли я вас сегодня на творчество потому что я вот опять раскрыла все ткани я хочу себе наверное ну три-четыре платья мне все нравится поэтому берем шьем наряжаемся наряжаем своих близких и радуем себя и окружающих и в конце я хочу добавить что все наши модели моделирование мы показываем от моделирования базовой основы по системе 10 мерок напомню что базовая основа это залог успешного моделирования мы должны научиться делать базовую основу и потом уже по модным практикам моделируем себе все что хотим и конечно же это наши видео курсы по кружевам конечно же это тканевый бутик где сейчас проходит акция на кружевные ткани благодаря этому и создалось сегодняшнее видео но я рада она несет познавательный характер она вдохновляющая поэтому давайте вдохновляться вместе творить вместе с нами и до новых встреч напоминаю что вы были на модных практиках с вами была я ольга паук что александр ольшанский за кадром и вся наша большая команда подписывайтесь на наши соцсети ставьте лайки и пишите комментарии до новых встреч пока